так всем доброе утро сейчас суббота 8 часов утра спешу костику на помощь помочь выгрузить доски завязать машину отвезти новое место там разгрузить в общем утро будет плодотворное все рабочие процессы самом разгаре вы нас последнего семейного риоритета который грел и душу и тело вообще в целом уже вот такую гору костик он еще зеленый а ты витамин qc полезно знаем там что-то еще осталось машина во сколько машинка во сколько не знаем так надо видео установить пришла машинка уже не даже что то есть сейчас это мы выгрузим затащим наверх а потом будем загружаться здрасте здрасте 15 минут 15 секунд работы машина заряжена хвостик может в кузове поедешь романтика ты же такой любишь очередные 15 минут и все выгружено раз два три значит команда ураган костик не поцарапай машину ну шо а у нас тут а у нас утро только начинается этот дом продается этот дом продается покупать у меня тут нравится интересно почем тут дома это по моему 38 гривен 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 американский гривен да слушай прикольный дом главное соседи хорошие я днепра недалеко так вот то что то я с соседей начинаю а то сразу в козыря все раскрываешь ой да слушай домина дебелый в смысле большой и участочек так я вижу вижу но я буду это все асфальтом и закатал бы нафиг не мучиться шелковичку может бы оставил хороший хозяин картошку купит тему-то ковыряться с этим я не это земле вообще не привыкшая в дитя бетона стекла и балкона но у меня детство тоже на даче прошло я поэтому очень не люблю его я тоже терпеть ненавижу огороды эти хотя меня в детстве возили туда постоянно но я морозил аналогично я то лоты пойду попью то еще что нибудь не ну я то помогать помогал конечно куда ты от этого денешься ну честно говоря это очень сильно не люблю мама у нас 10 лет баскетбола профессионального а 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 Назар, игра на грани фола. Назар, игра на грани фола. Назар! Назар, игра на грани фола. 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 Я думаю, что это хорошо. Вот такую коптилочку он делает. Она уже такая бывала. Она уже такая бывалая. У нее сегодня приехала подружка. Она была ее в Дании одноклассница. Я хочу, чтобы подарки увидела до моего приезда. Ну, и, короче, Вика говорит, да, ну, типа, хорошо. Ну, и, в общем-то, сегодня Влада ей или написала, или что, я не знаю. Ну, в общем, сообщила, говорит, подойди там к папе, в общем, назначила встречу, все, забери уже посылку. Потому что Влада должна, по идее, приехать через три или четыре дня только. И, короче говоря, Вика уходит, и она еще говорит, мам, звонит мне, говорит, мам, как мне попросить Владыного папу? Мне неудобно, я хочу с ним поехать в аэропорт и Владу встретить. Ну, сделать Владе сюрприз. То есть, Вика хотела сделать сюрприз, а получилось набор. Ну, не буду рассказывать, подождите. И, короче говоря, я говорю, ну, спросишь просто, ну, там, что здесь такого? Спроси, что, можно я с вами поеду, хочу Владе сюрприз сделать, поеду, встречу. Она говорит, ну, хорошо. Ну, короче говоря, не звонит, не звонит, я звоню, Вика берет трубку, такая взволнованная. Я говорю, ну, что там, не еду я никуда с Владыным папой. Я говорю, почему? Ну, типа, что случилось? Почему? Она говорит, потому что Влада приехал, оказывается. Короче говоря, она ее так разыграла. И, получается, что та выходила за это и, ну, в общем-то, встретилась с Владой. То она там счастливая, где-то они, в общем, гуляют, наболтают, не знаю, что. Ну, в общем, это, будем смотреть. Подарки расскажет, придет, что она там. Так что такое. Очень приятно. Удивила. Удолфа. Подружка. Вообще. Не знаю, Вика там ей тоже что-то готовила. Смоколики, смоколики. Хорошо, Лаврентий Павлович. Шеф-ковар Сережа. Да. Можно я вот эту? Можно, самого жирного туда забирать. Я одного, а вы по два можете съесть, да? Ну, скажи нам. Да сейчас же ж попробую. Ладно, я буду тебя теперь на рыбалку отпускать. На соль как? Можно было бы чуть-чуть еще больше, но, в принципе, не безвкусная. Ну, как бы нормально. Потому что я подсаливал, но, зная свои вкусовые рецепторы, ощущение соли, то лучше я сделаю не досол, чтобы потом можно было досолить. Но, как бы, по мне, я не щадил. Я сыпал нормально, но... Не, хорошо. По соли хорошо. Блин, вкусная, капец. Это окунь, да. Это одна из самых-самых таких. И в коптилке. Мне рыба вкуснее, кстати, в коптилке, чем мясо. Да, с мясом надо чуть-чуть подружиться. С рыбой у нас уже более налажено. Особенно с судаками, окунями. Ну, мы у Лены тогда вот уделали. Не, неплохо, не скажу, что там невкусно. Но рыба мне вкуснее. Мне, рыба, ой, этому мясо еду. И тоже ж на яблоках, на яблонной веточкой. Ветки яблони. Сухие. А ты меньше этот раз, да, кинул? Да, я там буквально настрогал палочку, ее пушистой сделать, да. Надо не горчит вообще ни грамма. А горчило из-за того, что свежий лист мы тогда положили, а свежие, мокрые, ничего нельзя в коптилку ложить. А сейчас вы сухое положите? Да, сухое, сухая ветка яблони. Порубанная, покрошенная, поструженная. Очень вкусно. Приятного аппетита всем. Ну, горчу тебе нравится. Значит, я завтра на рыбалку еду, да? Угу. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok